Первое общение с поклонниками через экран монитора. Первый вопрос про батьку. Мне интересуют музыкальные вкусы Александра Лукашенко. Входим мы в его плейлист или нет? Насколько мы знаем, он предпочитает несколько более народные традиционные инструменты, в виде баянов каких-то. Он сам даже, по-моему, владеет. Легендарные хиты 90-х о вселенском горе яблоках в цвету на концертах Ляписы больше не исполняют. Теперь музыканты называют их не иначе, как творческой чушью. Наша литературная форма выражения называется галантерийный язык. Некоторые мистические, эзотерические термины соседствуют с терминами из науки, культуры, искусства. Никаких матов и сленга. Белорусы запели о смысле жизни, вопросах бытия и даже судьбе снеговика, попавшего под луч солнца. Мы предложили очень много усилий для того, чтобы дойти до состояния, в котором мы сейчас находимся, коллективами цветов. Как нам кажется, сегодняшнее наше творчество пользуется больше популярностью у молодых людей, нежели то, что происходило в середине 90-х. Кстати, новый, шестой по счету альбом белорусская группа тоже презентовала с помощью всемирной сети. Музыканты просто выложили свои композиции в интернете и даже не попросили денег. Скачивать можно совершенно бесплатно. Майком был выложен в интернет. В этот же день уже был употребителем. Завтра он был концерт. Молодые люди вместе с нами уже пели песни с мамой альбома. Продажа аудиносителей не является нашим основным источником дохода. То есть как это происходит на Западе. Ляписы уже экранизировали манифест. Правда, клипы на новые хиты больше похожи на домашние видео. Без смысла и сюжета. Но и эти ролики можно найти только в интернете. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о.